МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О других событиях более подробно. Вечерние выпуски новостей на телеканале Оригус. Здравствуйте, я Лариса Иренцеева. И в начале об остановках Восточного экспресса коротко. Земля в Сотниково все еще уходит под воду. Принимают ли меры местные и региональные власти, выясняла Саюна Бухаева. В подвалах скоро станет чище. Кому и почему помешали традиционные кладовки в многоквартирных домах, разбирался Сергей Смольнинов. Разбитые дороги и опасный экстрим, что попало в объективы камер народных контролеров, увидел дежурный по городу. И начнем с экстренных новостей. Режим ЧС введен в Акинском районе Бурятии. Он оказался отрезанным от мира. Единственную ведущую туда дорогу размыло потоком талых вод. Есть ли проблемы с продовольствием и лекарствами, а также о том, когда восстановят транспортное сообщение, расскажем в первом материале выпуска. Из-за резкого потепления снег начал стремительно таять. Потоки талых вод размыли участок на 91-м километре дороги Монды-Орлик. Катаклизм произошел в местности Улзита, в 2,5 километрах от села Баксон. Нарушены автомобильные сообщения с шестью населенными пунктами. Решением комиссии по чрезвычайной ситуации Макинского района на территории муниципального образования введен режим функционерной чрезвычайной ситуации. Население оповестили об ограничении движения. Сейчас ведутся восстановительные работы. Над трубами планируют восстановить дорожное полотно. Со слов главы района, транспортное сообщение восстановят уже завтра. Сергей Соголов, Жаргал Гамбажапов, телекомпания «Регус». Большая вода угрожает и одному из пригородов Улан-Удэ. Она приближается к домам в поселке Сотниково. Река Селинга подмывает участки уже третий год. Жители ведут ежедневный самостоятельный мониторинг. Ну а что предпринимают местные власти, выясняла Саюна Бухаева. Пока еще дерево держит своими корнями, но скоро оно уплывет. И это еще дальше пойдет. Видите, там вот как вот трещина. Полоца, трещина. Две недели назад жители заметили деревья, сдают позиции и уходят по течению. По словам местных, за год вода набрала силу и бьет по берегу. «Тут метров. У нас вот здесь 20 метров было. Берега, да, 20 метров. Это если посмотреть по старым картам Сотниково. В прошлый раз, когда здесь засыпали, нам пришлось экстренно эвакуировать дом. Не жилой он, правда, был, но этот сруб, его перенесли, убрали его». Сейчас же в случае обрушения под воду могут уйти около 30 домов. И это только первый ряд вблизи берега. Участок жилого дома. Еще, заметьте, здесь есть электрические столбы. Целый ряд вдоль дороги. Все это буквально в нескольких шагах от воды. По моим подсчетам, всего отделяет 8 шагов. Вот так булыжниками укрепили береговую линию всего в 200 метров. Это сделали после случая в Тулуне два года назад. Тогда пришлось вводить режим ЧАЭС. Еще через год укрепили берегу ДНТ «Респект». Это еще 250 метров. Эта же часть берега все еще открыта. Тут чуть больше километра. И по словам жителей, если снова укрепят только половину набережной, то потоки воды хлынут уже на другой участок. Поэтому засыпать камнями необходимо всю набережную. В администрации сельского поселения подготовлено письмо, направлено на той неделе в администрацию Волгинского района с просьбой обратиться в вышестоящие органы, в частности в Министерство природных ресурсов, для комиссионного, более подробного осмотра данной местности. Дальше вопрос должны рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям. По срокам неизвестно. Но все это временные меры. Для ликвидации проблемы необходимо строительство дамбы. Работы обещали начать три года назад. По итогу до сих пор нет проектно-сметной документации. Процедура стоит 11 миллионов рублей. С нами подготовлена бюджетная заявка на защиту населения от подтопления и на берегу укрепления. То есть это одна большая заявка. Но в связи с отсутствием финансирования она была не поддержана. В следующей сессии все равно будем подавать еще раз. Пока же жителям придется нести дежурство и следить за состоянием берега. В зоне подтопления больше двух тысяч жителей Сотникова. Саюна Бухаева, Борис Геленов, телекомпания «Ригус». А вот пригородным лесам угрожает другая стихия. В лесах вокруг Улан-Удэ и во многих районах Бурятии сейчас высокий четвертый класс пожарной опасности. Риск возникновения лесных пожаров повысился в 11 населенных пунктах, включая столицу. Жители, между тем, продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности. Только за сутки лесники, сотрудники МЧС и МВД выявили 36 нарушений. На оперативном штабе в правительстве всех ответственных лиц призвали максимально подготовиться к возможным возгораниям. Я дал поручение Главному управлению МЧС России по республике Бурятия проверить исполнение требований федерального законодательства по устройству противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, которые подвержены переходу огня от природных пожаров. Всего в республике таких населенных пунктов 155. Кроме этого, более 40 СНТ, ДНТ. Главам районов поручили очистить от горючего мусора прилегающие к селам территории, а также выкопать минерализованные полосы. С начала пожароопасного сезона в республике тушили уже 50 лесных пожаров. Огонь выжиг больше тысячи гектаров зеленой зоны. Около третьего сгорания перешли в лес с других земель и более половины случились из-за неосторожного обращения с огнем. Напомним, сельхоз пала и зажигание мусора в Бурятии под запретом. За нарушение правил физических лиц ждет штраф в 5000 рублей, юридических – 500 тысяч. Очевидцев просят сообщать обо всех горящих точках на телефон лесной охраны. Избежать угрозы возгорания хотят и в многоквартирных домах. С начала года в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Согласно им, в подвалах и на чердаках запрещено складировать легко воспламеняющиеся предметы. О новых требованиях и о том, чем чревато их невыполнение Сергей Смоленинов. Что такое подвал любого многоквартирного дома? Ну, по сути, это как сердце, куда артериями стекаются все сети коммунального снабжения. Ну или устанавливают общедомовые приборы учета. Однако люди советской закалки не дадут соврать. Трубы занимают не так много места, а вот все остальное можно приспособить вот под такие деревянные кладовки. Летом здесь можно хранить лыжи, зимой велосипед, привозить урожай с дачи, да и вообще складывать все то, что не влезло на балкон. Однако теперь вот с такими дополнительными камерами хранения придется попрощаться. Правда, владельцы этих кладовок от законодательных новшеств не в восторге. В мэрии парируют оборудовать подвалы под деревянные постройки нельзя было всегда. Но только с января появилось уточнение о легковоспламеняющихся предметах. Такие случаи у нас были уже, что в подвалах загорались вещи жильцов и приводило к тому, что у нас было задымление и лечебных леток, и квартир. Были затрудненные эвакуации людей с домов. Мы просим жителей отнестись к пониманию данной проблематики и освободить подвалы. С пониманием еще до введения новых требований отнеслись в соседнем доме от подвала, где есть кладовки. Председатель ТСЖ лично проводил эту работу с жильцами и очень рада, что теперь есть подобный закон. Причем убирали не только из-за угрозы возникновения пожара, но и по коммунальным нуждам. При прорыве каких-то аварийных ситуаций, труб, мы можем свободно подойти со сварочными, с электросварочными работами к любой трубе. И нам ничего не будет мешать. У многих людей вот этот вот хлам, мусор, можно сказать, лежит много лет, и они даже не заходили в эти кладовки. Есть люди, которые очень держатся, но их очень мало. С этими людьми сейчас и начали активную работу. Точных данных о количестве подобных подвалов нет, поэтому проводят еженедельные рейды. Касаются они и чердаков, цокольных этажей и любых технических помещений. Убирать оттуда личные вещи и разбирать деревянные постройки пока просят по-хорошему. В первую очередь ответственность за надлежащее содержание несут у нас обслуживающие организации. В адрес управляющих компаний ТСЖ направляется предостережение, уведомление для того, чтобы данные организации провели профилактические мероприятия собственники многоквартирных домов. Чтобы собственники многоквартирных домов освободили подвальные помещения, цокольные этажи от вещей. Кто закону не подчинится, будет раскошеливаться. Штраф для жителей от 3 до 5 тысяч для обслуживающих организаций в 40 раз больше. Наказывать рублем могут начать уже этим летом. В осени планируют очистить все подвалы. Сергей Смоленинов, Виктор Немаев, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус». Продолжаем. Леруа Мерлен обещают построить за полтора года. По данным правительства Бурятия, этот вопрос уже решен. Стройка развернется на улице Барсоева, неподалеку от фабрики Наран. Площадь здания более 16 тысяч квадратных метров. Автомобильная стоянка на 700 с лишним мест. Все вопросы уже урегулированы. По проекту организации строительства, строительство предполагается в период 18 месяцев. То есть в этом году начну, в конце 2022 года объект будет построен, магазин начнет работать. Предполагаемый объем инвестиций составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. По проекту торговый центр за сутки сможет пропустить до 3,5 тысяч человек. И движемся дальше. Смотрите во второй части выпуска. Те ниши, куда можно отходить. Руководство ТГК мы их закрыли. Зарплаты рабочих в ТГК должны пойти вверх, как решили вопрос с низкими доходами теплоэнергетиков. В городе начались масштабные ремонтные работы. Какие территории преобразятся, выяснял Сергей Соголов. Хранители исторического наследия, а кто именно праздан свой профессиональный праздник, расскажет Елизавета Рябова. Уголовное дело возбудили по факту нападения на наших землячек в Москве. Напомним, скандальная история прогремела на всю страну. Причиной громкого обсуждения стало то, что конфликт возник на национальной почве. Как рассказали авторы видео, они просто сидели на лавочке возле своего дома. Очевидно, это не понравилось двум соседкам. Оскорбления переросли в рукоприкладство. Девушки сняли конфликт на телефон и выложили в соцсети. Ролик мгновенно вызвал резонанс. Очевидно, поэтому привлек внимание главы республики и полпредства Москвы. Сейчас это дело на особом контроле. Лингвистическая экспертиза сосудователя, она пришла к выводу, что да, содержит признаки оскорбления. Поэтому в отношении одной из вот этих женщин возбуждено уголовное дело за побои, видимо за оскорбление. Одна из девочек признана потерпевшей. Сама обвиняемая с этим делом еще не ознакомлена. Она находится в больнице. В отношении второй женщины возбудили дело об административном правонарушении. Известно, что она уже извинилась перед одной из пострадавших девушек. Работники ТГК-14, похоже, добились своего. В правительстве Бурятия заявили о наведении порядка с их зарплатами. В республике появилось специальное тарифное соглашение. Руководству компании придется принять его в ближайшее время. По данным правительства, ТГК-14 отказалась от подготовки тарифного соглашения по теплоэнергетике. Тогда в правительстве решили составить аналогичный документ, но по электроэнергетике. Выработка электроэнергии не является основным видом деятельности ТГК, но документ позволит навести порядок с зарплатами. Те ниши, куда можно отходить, руководство ТГК, мы их закрыли. Сегодня у нас полностью нормативка есть. И попросим, чтобы, все-таки настойчиво попросим, руководство ТГК-4 вошло как раз в исполнение тарифного соглашения в области электроэнергетики. То, о чем они просили сами. Подписание тарифного соглашения запланировано на 21 мая. По заявлениям правительства, на тарифе для потребителей это сказаться не должно. В решении вопроса участвовала инициативная группа. Это те, кто объявлял голодовку в начале года из-за низких зарплат. Недетские аттракционы и труднопроходимые дороги. Об этом сообщают нам наши народные корреспонденты. На этой неделе их особенно много. На что они хотят обратить внимание ответственных лиц, покажет дежурный по городу. Вот такое видео прислали нам жители поселка Восточный. По всей видимости, это сотовая вышка многофункционального использования. Обеспечивает не только сотовую связь, но и развлечения для детей. Смотрите, как бесстрашно они осваивают высоту. Вопрос, куда смотрят владельцы вышки и на что рассчитывают. А вот уровень воды, который поднимается. Вот, прикиньте, насколько нужно ее поднимать. Делать приходится это самим жителям. Город про улицу Городскую, видимо, забыл. Своими силами люди завезли 60 КАМАЗов грунта. По примерным подсчетам нужно еще больше. Так и живут от прилива до отлива. Прыгать по трамвайным рельсам устали жители улицы Пушкина, хотя свет в тоннеле появился. Тут идет масштабный ремонт дороги. Но почему-то на пересечении дорог работа как будто остановилась. Интересно, есть этот участок в плане или нет? Предусмотрено мероприятие по приведению в единый уровень трамвайный переезд на пересечении Пушкина и улицы Юного Коммунара. До 1 сентября данный переезд будет выполнен вместе с комплексом со всей дороги по улице Юного Коммунара и тротуар с обеих сторон. Главное все сделать вовремя, чтобы не получилось, как в 110 квартале. Когда-то это была классная, качественная дорога, но ее все время разрывали. И вот наконец-то добились, видимо, того, чего хотели. Видимо, на этом участке прокладывали коммуникации. Следы своей работы, конечно, замели. Пока правда щебнем. Мы уже отправили запросы, будут ли восстанавливать трассу должным образом. И в продолжении нашей главной темы неприглядные фасады. Вот какой выход нашли собственники индустриального колледжа. Здание запустили до такого состояния, что пришлось сделать вот такие укрепления. Не позарились закрыть ими даже окна. Пробьется ли через них хотя бы луч света? Ответы на эти вопросы, надеемся, получить в конце недели. Но есть и хорошие новости. 45 дворов и три сквера преобразятся в Улан-Удэ этим летом. Когда сдадут объекты и почему на некоторых работах затягиваются, знает Сергей Соголов. Спецтехника уже зашла во дворы по улице Хацанамсараева 2 и 4. В общей сложности там обновят больше тысячи квадратов асфальтового покрытия. Помимо асфальтирования этих дворов, у нас асфальтируется проезд от домов до улицы Хацанамсараева. То есть подрядчик в рамках экономии асфальтирует дополнительный объем, что является позитивной новостью для нашего округа. Самая главная задача сейчас здесь соблюсти уклон, чтобы отвезти воду от подъездов. Чтобы вода у нас, так как у нас ливнеприемников здесь не предусмотрено, оно по текущему рельефу местности, вся вода будет вниз у нас уходить и там уже уходить на основную дорогу. Все дизайн-проекты согласовались с жителями. Во дворах также установят новые лавочки и урмы. В этом году преобразят 48 придомовых территорий. Пока работы начались только в каждом четвертом. На остальные объекты зайдут только после подготовительных работ. Испытания теплосетей выявили более 120 аварийных участков. Из-за этого пришлось отключить 500 домов. На сегодня без горячей воды остается больше 100 зданий. До 22 мая в них планируют возобновить подачу ресурса. Мы перекладываем по состоянию сетей 17 участков. Из 48 дворов 17 пойдут под переукладку. Будем новые сети класть. После этого будем уже делать благоустройство, чтобы не возвращаться, не портить этого. Во дворах? Во дворах, да. Не забудут и про озеленение. По периметру высадят саженцы. Работы намерены сдать в июне на два месяца раньше срока. Ускориться намеренно и на сквере Александру Пушкину преображение оценили почти в 7 миллионов рублей. Пешеходные дорожки расширили на метр. Место отдыха стало доступно и для маломобильных граждан. Памятник отмоют, плитку постаменты обновят. Территорию вокруг памятника поэту украсят 50 новых деревьев. Преобразить популярное место отдыха должны до августа. Но подрядчики обязуются закончить работы на месяц раньше. Здесь заменили покрытие, положили брусчатку. Также будет заменен бордюрный камень. Будут установлены новые мафы. Это 9 скамеек, 9 урн. Будут установлены новые опоры торшеров уличного освещения. В этом году также обновят сквер строителям БАМа и площадь революции. На их ремонт по национальному проекту «Жилье и городская среда» выделили порядка 40 миллионов рублей. В эти дни продолжается голосование за объекты следующего года. За право стать лучше соревнуются 4 территории. Пока лидирует сквер Зодчий в Октябрьском районе. Пару тысяч голосов ему уступают второй этап реконструкции сквера возле гостиных рядов. В списке претендентов также сквер Яблоневый и бульвар Сиреневый. Свои предпочтения можно отдать до конца мая. Их ждут онлайн. На сайте федерального проекта «Городская среда» или через госуслуги. Если возникают вопросы, помогут волонтеры. Выбор может сделать любой горожанин старше 14 лет. Сергей Соголов, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». К другим темам. Родителям все-таки разрешили присутствовать на выпускных дошколят. Но сопровождать ребенком может лишь один взрослый. Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал провести все выпускные в актовых залах детсадов с рядом условий. В соответствии с санитарными правилами проведения различных мероприятий, в том числе выпускных, возможно в рамках одной дошкольной группы. Посещение дошкольных организаций родителями или законными представителями полагаем возможным при условии соблюдения ими профилактических мероприятий. Подразумевается обязательный замер температуры, дезинфекция рук, вход только в масках или респираторах и перчатках. Вопрос по школьным выпускным до сих пор обсуждается. Впустят ли родители, разрешат ли вечера в ресторанах. Подготовить предложения по этим вопросам Оперштаб поручил министерствам и ведомствам. Напомним, в прошлом году выпускные в республике отменили. Последний звонок для 9-11 классов, как сообщали ранее городские власти, прозвенит 22 мая. Торжественные линейки пройдут на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и всех мер защиты. Они погибли, спасая других. В Лануды хотят установить памятник медицинским работникам, умершим от COVID-19. С инициативой выступили активисты Всероссийского движения «Матери России». Они объявили акцию по сбору средств на возведение монумента. На каком этапе марафон добра и как можно помочь, узнала Саюна Бухаева. Девять имен и жизней. Врачи, медсестры, санитары работали в пик пандемии. Вели приемы, проводили операции, помогали больным. Мы вообще были против того, чтобы она оставалась на работе. Она уже была, в общем-то, пенсионного возраста. Но, тем не менее, люди этого времени, этой закалки, они считали своим долгом оставаться на своем посту. Это было вообще их коллективное решение, потому что они остались всем своим коллективом. И она говорила, что она не может подвести свой коллектив. Такой она человек была, очень ответственный. Мама, бабушка, жена. Акушер-гинеколог Цибикова Людмила Борисовна посвятила медицине больше 40 лет. Последние годы работала в поликлинике номер один. В ноябре прошлого года врача не стала. Обращаемся к населению республики, чтобы увековечить память медиков, отдавших свои жизни во имя жизни пациентов. Они сделали очень много. И во многих регионах уже установлены такие памятные места. Один из первых памятников установили в Санкт-Петербурге. Скульптура «Печальный ангел» появился еще в начале весны. В Улан-Удэже только дали старт благотворительной акции. Сбор средств, по словам организаторов, поддержали крупные предприятия и медицинские сообщества республики, а также родственники погибших. Конечно, я поддерживаю эту идею, потому что я считаю, что это дань уважения тем медикам, которые остались на своем посту, которые не прекратили прием, несмотря на свое самочувствие, свои такие же нервы. Потому что все боялись и, конечно, все понимали, что они находятся в зоне риска. Но, тем не менее, врачи, медсестры, другие медработники понимали, что заменить их некем. Сейчас на счету благотворительного проекта больше 200 тысяч рублей. Сбор продолжится до сентября. За это время город обещал организаторам найти место для памятника. Эскиз же будущей скульптуры будет зависеть от общего сбора. Саюна Бухаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Мать Бурятия оказалась ничьей. Это обстоятельство выяснилось в ходе судебных споров об авторстве скульптуры. Напомним, скандал об авторстве самой высокой статуи республики возник в 2018 году. Тогда родственники художника Эрдени Циденова увидели каталог работ выпускников Республиканского педагогического колледжа, где автором скульптуры значился Александр Миронов. На самом деле ее создал Эрдени Циденов. Суд первой инстанции восстановил справедливость. Решение попытались обжаловать, но безуспешно. Кроме того, при рассмотрении дела выяснилось обстоятельство о том, что скульптура «Мать Бурятия», гостеприимная Бурятия некоторые называют, она не состоит на балансе города Улан-Удэ либо республики Бурятия. Но поскольку данный вопрос не являлся предметом судебного разбирательства, данный вопрос не разбирался. Решение суда об установлении авторства вступило в законную силу. Теперь педагогический колледж должен исправить ошибку указать авторам монумента Эрдени Циденова. Вопрос же обретения собственника скульптуры зависит от решения местных властей. Солнечные дети и актерскую школу для особенных детей создадут в Улан-Удэ. Ребята с синдромом Дауна будут обучаться мастерству у ведущих артистов Бурятия. Проект организован Союзом театральных деятелей республики. И о других новостях короткой строкой в дайджесте с Саржаной Мердегеевой. И начнем с воздушных новостей. Во-первых, улететь за границу скоро опять можно будет прямиком из Улан-Удэ. Правда, пока международные рейсы возобновляют только в Южную Корею с 25 мая. А вот по России летите куда хотите. Тем более, что число субсидированных билетов для ДФОшников вновь обещают увеличить. А купить теперь их можно прямо на сайте авиакомпаний. А вот если вы мечтали побывать в Эрмитаже, то и лететь никуда не придется. В честь юбилея республики его обещают привезти к нам. Дни Эрмитажа пройдут в Национальном музее с 26 по 29 мая. Публика увидит уникальную выставку шедевров из собрания Екатерина Великая. А также авторские экскурсии и мастер-классы от научных сотрудников Эрмитажа. В том числе по реставрации. А вот местным художникам впору писать новый цикл картин про мишек. Благо у нас в Бурятии эти друзья не редкость. К примеру, эти кадры совсем недавно снял егерь Забайкальского национального парка. Говорит, малыши уверенно пересекали озеро, спешили на материк. Конечно, с нами-то веселее. Можно по огородам побегать, людей попугать, как в Виволгенском районе. Этого малыша заметили днем раньше в селе Хурумша. Потоптал грядки и убежал в лес. Но предупреждаем, мишки, конечно, забавные, но все же дикие. Так что не советуем приближаться или подкармливать. На этом все. Передаю слово ведущему. Более двух тысяч россиян хотят стать музейными работниками. Причем большинство желающих из Москвы и Санкт-Петербурга. А такие данные к Международному дню музеев опубликовал портал Хэхэрум. Праздник учредили 18 мая в 1977 году и с тех пор отмечают ежегодно. Ну а как часто улан-уденцы ходят в музеи и какие любят больше всего? Мы спросили об этом у горожан и заодно провели мини-игру. Смотрите наш следующий материал. Вы какие музеи знаете нашего города? Этнографический. Санпилова. Я никакие не знаю. Какой экспонат вам известен? Какое видите, знаете? Я ничего честно не знаю. Ну вот этот из этнографического музея. Я не помню точно, я там была. Там примерно такая же рисовка деревьев. Возможно, этот из музея Мини-Санпилова, а этот из музея природы и Бурятия. Я редко бываю в музеях. Нет времени почти. Вот сейчас свободное время. И то с ребенком маленьким. А какие музеи знаете? Ну, знаю этнографический. Потом музей истории Бурятии. Ну, вот этот, я думаю. А у нас в Дарже Бонзарова нет такого музея? Не этнографический, случайно. Природа Бурятии. Музей природы Бурятии, да. Я люблю этнографические музеи, потому что там можно погулять с семьей, отдохнуть на свежем воздухе, посмотреть на животных. Вот это музей природы, наверное, да? А как вы догадались? А это ученик Тодоржиев. А это? Это ученик Тодоржиев. Зарик Тодоржиев это? Да. Да. А кто такой Зарик Тодоржиев? Это художник. Да. А музей как называется? Имени Сампилова. Просто мы были на выставке Зарик Тодоржиева и не раз. А что тебе понравилось там? Мне понравилось, что там рисовали на картине. Музей природы. Откуда вы знаете, почему так уверены? А я видел его. Это писаница, по-моему, этнографическая. Верхнеудинский, вот наш город. А как часто вы ходите в музей? Ну, по молодости часто был. Вот музей природы. Сходил, смотрел. Особенно, когда выставка с Великой Отечественной войной была связана. У меня кандидатская диссертация была посвящена этому. Поэтому я туда заходил, смотрел какие-то, смотрел материалы. И на этом пока все. Мы держим руку на пользе событий и первыми сообщаем о них на сайте оригус.тв. Спасибо, что с нами. До свидания, БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова